В школах Южной Осетии прошли плановые проверки пожарной безопасности, которые проводятся МЧС Республики в год-два раза, перед началом учебного года и в декабре. Нарушения везде имеются. Основными нарушениями остается автоматическая пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре системы наружного и внутреннего водопроводов. Согласно итогам работы, с 22 августа по 2 сентября были подготовлены соответствующие акты и предписания. Как рассказали ведомстве, во всех школах остается проблемой автоматическая система пожарной сигнализации для оповещения сотрудников МЧС. Особое внимание надо уделять и путям эвакуации. Во многих школах это является проблемой. В любом учреждении он должен присутствовать. Есть несколько школ, в которых они выявлены, но они не были раньше сделаны, эти выходы. Это, допустим, школа номер 10, городовский инвал, в Кроме средней школы, в Синогарской средней школе. Серьезно нуждаются в ремонте, так как они очень редкие сооружения. Это также остается 10-я школа, 2-я школа, Синогарская и в Новоском районе Алхашин. В некоторых учебных заведениях сигнализация вообще отсутствует. В городе Цхинвал она имеется во всех школах, но не везде функционирует. Только новые школы полностью укомплектованы и соответствуют всем правилам пожарной безопасности. Также в некоторых учебных заведениях отсутствуют первичные средства пожаротушения, или же они не укомплектованы. В школах районов отсутствует пожарная сигнализация. Вследствие чего всем руководителям данных учреждений образовательных были выданы предписания, составлены соответствующие акты. И подготавливается письмо в Министерство образования и в правительство, чтобы как можно раньше были выделены финансовые средства на обеспечение этих недостатков. Для устранения неисправной пожарной сигнализации руководству школ дается года. На приобретение первичных средств пожаротушения – три месяца. Георгий Плиев, Регина Черткоева, Замат Кудзеев, информационный выпуск «Сегодня».